Приветствую вас, прежде чем отвечать на вопрос ваш, значит, как забыть человека и его отпустить. Давайте попробуем подробно, насколько это возможно, насколько это позволяет, вот, ваше, ваше, описание, опроса, давайте попробуем разобраться вообще в ситуации с... Ну и сказали, что вы живете у своих, ваш молодой человек и живет также у своих, и, в общем-то, вам нигде не рад. Ну и ему, ему, в принципе, как я понял, то, правда, этого вы не уточняете, кому где не рады. Ну, как я понял, что, вот, то, что вам не рады у него, а ему у вас, это понятно. А вот рады ли ему, у него и вам, у себя, это вопрос, это вопрос, который остается, как бы, закатом. Значит, вы говорите, что он не стремится в эти ситуации, его все устраивает. Ну, это вот, пожалуй, первый такой важный момент. То есть вы сами понимаете, что человеком все устраивает, в данной ситуации менять он ничего не хочет и не будет. Ему это, ну, просто-напросто не нужно. Соответственно, вам нужно в этот момент задать себе вопрос. Может ли вы сделать так, чтобы он захотел ситуацию менять? Можете ли вы его простимулировать, ситуацию изменить? Или, если не можете, то вам лучше всего будет оставиться то, как есть, потому что без мотивации человек никогда не захочет менять то, что его уже устраивает. Если же вам, если же у вас, точнее, есть идеи относительно того, что вы можете ему, там, например, скажем, предложить, у вас есть идеи о том, как можно человека вывести из его состояния, в котором он находится сейчас, например, и если у вас есть идея относительно того, как вы могли бы человека направить в нужное вам русло, то постарайтесь тогда это сделать, постарайтесь тогда это реализовать. В данном случае, я думаю, что для вас это хороший и, ну, на мой взгляд, чуть-чуть менее единственный вариант для того, чтобы ситуацию как-то исправить. То есть поймите, пожалуйста, одну важную вещь, до тех пор, пока человек не захочет зам по себе и из ситуации выходить, который вот он сейчас оказался, все ваши разговоры относительно того, что вы не можете, например, его отпустить и прочее, все ваши разговоры на эту тему, все ваши разговоры на эту тему будут просто-напросто словами, которые, ну, на самом деле вредят только вам и не более того. Следующий момент, который мне также показался довольно-таки важным. Это момент, что вы не можете представить, значит, что у него может кто-то появиться. То есть вы не можете представить, что у вашего мужчины появится другая девочка. Но почему вы не можете себе этого представить? А, собственно, что такого необычного в этом, в том, что у него может появиться новая, ну, другая девочка? Он один, он не с вами, он формально позиционирует себя, у него есть на это основание, он позиционирует себя как свободного человека. То есть, если он не с вами, значит, он свободен. И почему вы не можете представить, что у него кто-то может появиться? Что в этом для вас такого страстного? Если вы его любите, именно любите, если вы его, если у вас к нему чувства, ну, логично, логично предположить, что вам в этом случае нужно самой к нему стремиться и самой как-то стараться что-то делать для того, чтобы ситуацию нормализовать. Если вы по другой какой-то причине хотите с ним быть, то свои желания нужно реализовывать несколько более правильно, чем то, что вы делаете сейчас. То есть, вот этот вопрос, почему вы не можете представить, что у него появится кто-либо, это самый важный вопрос здесь. Именно потому, что вы не можете представить себе этого, но боитесь представить себе это. Или, может быть, воспринимаете подобное как оскорбление, может быть, в себе, или как что-то такое, что вас, например, дискредитирует. Или, может быть, вы будете знать, что если у него появилась другая девочка, то для вас это шанс, упущенный шанс построить свою семью. Ну, если это так, то для чего вам семья. Или упущенный шанс, например, там, уйти от родителей. Другой момент, что вы пишите, что вам комфортно с ними и комфортно в своем доме с ним. И здесь вот всплывает такой вопрос. Если и вам комфортно в своем доме и с родителями, а молодому человеку комфортно в своем доме с его родителями, то получается, что у вас нет, у вас обоих нету стимула для того, чтобы что-то менять. Кроме только, пожалуй, вас, который не может представить, что у него появится другой партнер у молодого человека. И все. Но это продиктовано именно вашими представлениями. Скорее всего, ваши неуверенности в себе. Скорее всего, вашими страхами. Скорее всего, это продиктовано тем, что какие-то несостыковки между вами вы переносите на себя. Хотя эти несостыковки изначально связаны именно с ним. Это его несостыковки. Не ваши, его. А вы переносите их на себя. То есть, человек, например, не с вами. Человек, например, не хочет, значит, сблизяться. Не хочет что-либо менять. И вы начинаете из-за этого думать, например, какая вы плохая. Но это вот является тем самым переносом. То есть, здесь вы переносите на себя. То, что делает другой человек. Из-за чего? Из-за того, что вы не уверены в себе. Вот. И все. Из-за этого вы испытываете подобный страх предпринять тот факт, что у него может быть другая женщина. Потому что, если вы его любите, то, очевидно, что ему так лучше. Ну, вы попробовали с детьми, если у вас не получилось, бывает. Он живет для себя. Вы живете точно для себя. Только вот с детьми, с ребенком ему позволять увидеться, ну если он имеет, наверное, право. А вот с вами позволять ему увидеться тогда, когда ему удобно, не стоит. Потому что вы таким образом, по сути дела, просто-напросто, принижаете себя. И именно вот своим таким поведением вы принижаете себя, обесцениваете себя. Показываете ему, что вы его ждете, что вы готовы его принять в любой момент. И как угодно. Ну, это вот тоже плохо. Но вы настолько не уверены в себе, что рады тому, что он для вас делает. Это неправильно. Вам нужно начинать детьми в своей жизни. По своей жизни. А начать вам проработать то, о чем я говорил. О чем я сказал. Это для начала проработать с этим моментом. А после, у меня оставит себе такое вот четкое представление о том, какой мужчина вам нужен. Что вы хотите от него получать. Что вы можете ему дать. Почему он должен быть именно с вами, а не с кем-то другим. И так далее. Еще раз подскользнула зависимость от родителей. То есть вот. Вы и так скользко упомянулись, что Родители, значит, считают, что молодой человек ведет себя неправильно. Ну, это их точка зрения. Нужно понимать, что они видят это по-своему. А вы по-своему. И, может быть, если у вас нет своей жизни площади, так и, может быть, имеет смысл пока что отношения это ни с кем и не строить. Значит, родите ребенка. Вырастите его. Хотя бы до возраста двух лет. Можно и меньше. Если дедушка, бабушка есть. Можно и меньше. Ходите на работу. Начинаете работать. Заработайте себе на отдельное зелье хотя бы, чтобы занимать его можно было. Начинаете жить отдельно. И тогда никто не будет на вас влиять. Но чтобы при этом вы не были зависимы от мужчин в принципе. Чтобы вы были самостоятельны. И на этой, как бы, вот мысли я хотел обратить ваше внимание, что вы не несете ответственности за себя и за своего ребенка. Вы говорите мои родители. Вы говорите мой парень. Но не говорите ничего про себя. А что вы можете сделать, чтобы это изменить? Что вы можете предпринять, одновременно в ситуацию исправить, чтобы быть счастливой? Как вы удовлетворяете свои желания? Какими способами и путями вы это делаете? Почему, например, вы пишете, что расстались с молодым человеком, и разъекались, но при этом вам негде жить? А раньше вы как жили, что у вас уже ребенок и второй скоро родится? Что изменилось? Что случилось потом? Как мы позиционировали себя в отношениях? Как позиционировал себя ваш молодой человек? В чем заключается причина ваших конфликтов? Что вы разъехались, но он все равно с вами видится. То есть вот эти все моменты вам нужно для себя уяснить. И брать ответственность за себя и за своих детей. Понимаете, что вы не ответственны за двух людей, по сути. Не только за себя, но и за двух людей еще. И вы не можете полагаться в этом конфликте на кого-то, кто не является стопроцентно надежным человеком. А ваш молодой человек на кого-то, к сожалению, не является стопроцентно. Он не может обеспечить стопроцентную надежность. Он иногда заводит деньги. Он иногда приезжает видеться с вами и с ребенком. Это не есть хорошо. Поэтому в этой ситуации самостоятельность, работа со своими страхами, работа над уверенностью в себе, над женским поведением, над женской моделью поведения, над своими сомнениями. И выстраивание своей дальнейшей линии независимо от кого бы то ни было. Потому что сейчас на вас ленит ответственность за своих детей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!